Как сделать интернет безопасным для ребенка и сформировать навыки грамотной работы в глобальной сети? Обо всем этом в доступной и понятной форме рассказали сами дети, участники конкурса социальных видеороликов «Безопасный интернет от Ростелекома». На днях макрорегиональный филиал «Волга» подвел итоги второго регионального конкурса социальных видеороликов. Именно победители узнаете из сюжета. А я с вами прощаюсь. До завтра. Девятилетний Миша Миронов из Новочебоксарска в подобном конкурсе участвует впервые. Чтобы создать двухминутный ролик, ему понадобилась помощь не только папы, но и бабушке. Папа взял на себя техническую часть, бабушка творческую. Именно ее стихи читал Миша. А когда наступит время, подрастем и я, и ты. Я желаю непременно с интернетом стать на ты. Мой ролик был о спаме. Спам – это вред для компьютера. То, что если на него зайдешь, то всякие вирусы могут попасть на него, и придется очищать его от вирусов. Теме вирусов, виртуальных мошенничеств и прочих опасностях, которые таит в себе интернет, посвятила свой ролик еще одна жительница Новочебоксарска – Анна Александрова. Про вирусы я тоже там много делала. Адреса тоже там у меня были включены в работу. И вот действительно там музыка, там все рассказывается, все показывается. Мне кажется, работа получилась интересной. К слову, в этом году на региональный конкурс поступило 18 работ от 20 участников из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, АллатРа, поселка Кугеси, сел Кувакина и Синьялы. Причем именно из Новочебоксарска пришло больше всего видеороликов – 7. Согласно условиям конкурса, в этом году участие в нем могли принять не только школьники, но также учащиеся первых, вторых курсов, профучилищ и техникумов. Все видеоматериалы оценивало независимые жюри. Специалисты Министерства образования Республики, Управление Роскомнадзора, сотрудники Ростелекома. В итоге были выбраны по одному победителю в каждой из трех возрастных категорий. И места распределились следующим образом. В возрастной группе от 8 до 10 лет первое место занял Михаил Миронов из Новочебоксарска. В группе 11-13 лет Данил Казанов из Чебоксар. В группе 14-17 лет Владимир Харитонов из поселка Кугеси. Работы оценивались как на региональном уровне, так и на макрорегиональном. Среди 300 работ молодых режиссеров и сценаристов из 12 регионов ПФО. Жюри выделило ролик чебоксарского гимназиста Данилы Казанова. Ролик такой милый, да? То есть было израсходовано 3 килограмма пластилина. Слово передается в Чебоксары. Данил Казанов, гимназий Новый Пет, город Чебоксары. Организаторы также наградили самых активных педагогов, чьи ученики приняли участие в проекте и пообещали, что на следующий год конкурс видеороликов будет объявлен снова.